Всем привет! Сегодня мы с вами поговорим про то, как китайцы нас дурят. В очередной раз компания Xiaomi посчитала пользователей смартфона, в данном конкретном случае Redmi Note 9, полными идиотами. То есть говорят, сначала мы выпускаем MIUI 11 с Android 10, в которой все функции изначально задуманные есть, присутствуют и работают нормально. Затем мы обновляем смартфон на MIUI 12 и смартфон начинает глючить, лагать и все остальное. Естественно, Xiaomi получает много репортов о том, что, ну, ребята, смартфон-то все, начинает лагать, начинает дико глючить, нам не нравится быстродействие, нам не нравится производительность, нам не нравится, что жрет батарея. И выходит MIUI 12, собственно говоря, обновление у кого-то было 0.5, у кого-то было 0.6, но это все еще был Android 10. И большинство функций вырезаются. И сегодня мы с вами поговорим про эти функции и про то, что нас ждет в MIUI 12.5. Погнали! Какие функции были урезаны? Начнем с клонирования приложения. Теперь, если мы идем в настройки и, соответственно, пытаемся найти клон приложения, то этой функции просто нету, потому что ее вырезали. Но, знаете, что самое интересное? Я вам сегодня покажу интересное приложение, которое позволяет, собственно говоря, находить все вырезанные функции. Называется оно Activity Launcher. И, кстати, где оно у меня? А, вот оно. И, соответственно, вот он сейчас сканирует 380 настроек. Соответственно, мы с вами увидим все эти настройки, которые у нас и есть. И посмотрим на них. То есть он сейчас нам покажет клонирование приложений. То есть мы по-прежнему можем с вами этим пользоваться. Да, оно работает уже не так, как на самом деле нужно, не так, как хотелось бы. Но вот мы попадаем в это меню и можем выбирать приложения, какие мы хотим, чтобы они клонировались. Но, знаете, что самое интересное? По поводу всех этих вырезанных функций. Я об этом скажу чуть позже, на самом деле. Это то, что их нету. Ну, то есть, как бы нету этих пунктиков. То есть они все остались в прошивке, но Xiaomi просто взяли и вырезали эти функции. Дальше. Анимация иконок. Ну, здесь все совсем просто. То есть здесь мы, если с вами посмотрим на анимацию иконки календаря, если мы с вами посмотрим на анимацию иконки погода, Диана, у нас, кстати, погода. Погода, 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 погода. То мы видим, что у нас нету анимации погоды, да? То есть иконка не анимирована, она не показывает сейчас температуру. Они, собственно говоря, сами не анимируются. Вот. Ну, и, в принципе, иконки стали выглядеть убого. Часы. Часы тоже, кстати, на стандартной теме они ходили. Ну, то есть они показывали время. Сейчас 18.57, а часы стоят, типа, сейчас 12.00 или 12.25. Ну, бред. Изменение центра уведомлений. Вы, как видите, у меня стоит старая шторка центра уведомлений, и сейчас у меня стоит прошивка MIUI, которая имеет версию 12.01. Соответственно, это версия вместе с Android 11. Мы идем в поиск настроек, и пишем же здесь просто слово «центр». И видим стиль центра управления. Бах! И мы здесь можем с вами переключать центр управления и все остальное. Но, мне еще интересно, почему вот эта менюшка и есть, а, соответственно, ее ты, если так ищешь, ты не можешь найти Xiaomi. Ну, серьезно? Вот вы про нас просто за дебилов считаете? Окей, хорошо. Мы идем с вами и включаем новую центр управления, да? То есть он теперь у нас выглядит вот так, казалось бы, красиво, вау, удобно и все остальное. Но, знаете, в чем минус? Если ты оставляешь старую шторку уведомлений, я вам сейчас покажу, то, заблокировав смартфон, ты не можешь вызвать ее. Вот он сейчас познал мое лицо, ты его разблокируешь, и ты можешь вызвать шторку уведомлений. И если ты ставишь новый центр уведомлений, я отодвинусь... Сука, как быстро, он узнал меня. Я отодвинусь, и, пожалуйста, мы можем сюда зайти и выключить просто Wi-Fi. Как бы, ну и все, и исчезвищи смартфон. То есть вы понимаете, да, риск на самом деле какой? И в этом, на самом деле, кроется главная проблема. То есть я не понимаю, почему до сих пор они не сделают все нормально, и все работает до сих пор вот так. Ну, мы видим, да, уведомление центра управления, центр управления, соответственно, можно зайти. Отображение объектов на экране блока. То есть вы видите, да, шторка уведомлений выключена у меня. Но это как бы все равно остается у нас как есть. Раздвоение экрана. Мы идем с вами в Twitter, к примеру. Мы с вами идем в браузер. И я, например, хочу, чтобы у меня вот это было на одной половине экрана, а Twitter был на другой. Идем сюда, и что мы видим? Только плавающие окна, кстати, которые вернули вместе с обновлением на Android 11. То есть я теперь могу нажать сюда, выбрать вот тут непонятные приложения. Давай хорошо, хочу выбрать Twitter. И вот такое вот говно у меня теперь на весь экран лазит. Ну, как бы, согласитесь, офигенно удобно, да? Очень удобно, безумно. И как его, вот, нормально этим пользоваться? Не знаю, когда раньше было всегда раздвоение экрана, сейчас этого нету. Вот как вот закрыть теперь? Как закрыть? Вот так? Отпустите. Отпустил. А как закрыть-то? То есть вот как закрыть вот это вот говно, теперь вообще непонятно. Хорошо, я выйду. Я вышел, и мы пытаемся с вами прежнего закрыть. Как закрывается? Я понимаю, может, вы на том комментариях мне там будете писать, что типа я дурак и неправильно использовал все это, но я реально не понимаю, как закрыть. Отпустите. Отпустите, чтобы что? Чтобы что, блин? Я разверну полностью приложение, ну и, соответственно, выйду вот так. То есть вы понимаете, что нас ждет в MIUI 12.5? Я так понимаю, вернут все урезанные функции, вернут анимацию, вернут клонирование приложения, вернут раздвоение экрана. И китайцы представят, типа, вау, говорит, MIUI 12.5 на Redmi Note 9. Это такое классное обновление. Держите все функции. Теперь они доработаны. Теперь они, собственно говоря, работают нормально, хорошо, плавно. Да, соглашусь. С переходом на Android 11 жесты стали работать куда плавнее. То есть теперь ими пользоваться действительно удобно. Но вот у меня теперь, видите, да, вот какое говно появилось. Хотя я вот это не включал. Вот сейчас только что здесь были рекомендации, теперь их нет. Нет, я не понимаю, что происходит с этим MIUI. Но да ладно. Ты покупаешь участок вместе с построенным домом. В один прекрасный день у тебя просто дом забирают и говорят, типа, вот, живи просто на участке. В следующий какой-то период времени тебе дом возвращают и оказывается, что к нему пристроили, собственно говоря, не знаю, там, беседочку, например. Обычную беседку, да, которая не защищена там от ветра, не защищена от дождя и все остальное. И тебе говорят, типа, вот, мы вернули. И чего, я должен этому радоваться? Вот, собственно, с MIUI 12.5, я так думаю, для Redmi Note 9 обновления будет только тем, что полезно. Они могут вернуть все функции, которые они поурезали нахер. Причем поурезали по своей собственной вине. Ну и добавят оптимизированную зарядку, которая есть в айфоне. Уже хрен знает сколько на самом деле, сколько она работает. Китайцы делают это до сих пор сейчас. То есть китайцы Xiaomi сами накосячили, сами сделали кривую прошивку с кривыми функциями, как они считают. Вырезали все это нафиг, хотя это до сих пор можно найти через стороннюю программу и этим пользоваться. Все это работает, кстати, нормально, на удивление. А мы, собственно говоря, страдаем. Вот именно поэтому я отказываюсь от продукции смартфонов компании Xiaomi, потому что, ну, пошли бы они в жопу. Вот серьезно, с таким мнением, с таким отношением. Почему я должен страдать? Почему я должен, собственно говоря, получать смартфон сначала со всеми функциями, потом выходит обновление, меня половина функций забирает? Мой смартфон не глючил. Это версия 4.128. То есть он у меня не глючил, и все эти функции работали нормально. Почему они вырезали во всех вариантах этого смартфона эти функции? Почему Xiaomi вообще так это сделали, я до сих пор не понимаю. Пишите в комментариях, чего вы по поводу этого думаете. Но основной вам посыл этого ролика в том, что выйдет MIUI 12.5 на этот смартфон, а говорят, он уже должен на это обновление прилетать, собственно говоря, в июле. Ну и половина этих функций могут вернуть, половина могут не вернуть. А пользователи типа, вау, ура, нам снова вернули эти функции. Это знаете, типа вот как сначала тебе что-то дали, потом забрали, потом обратно дают, и ты этому дико радуешься. Но меня вот это не работает. Я уже серьезно посылаю гневные флюиды и все остальное в адрес этой компании, потому что пошли бы вы в жопу с таким отношением, с таким мнением. Мне это не нравится. Я это говно терпеть не буду. Поэтому, ребят, как-то так, не знаю, этот смартфон я, собственно говоря, буду продавать, и больше ни одного смартфона компании Xiaomi я покупать не буду, потому что, ну мне это нахер не надо, серьезно, я купил его, я им пользовался, мне все нравилось, у меня просто берут с одним обновлением и убирают планы функций. Пошли вы в жопу туда с таким нафиг обновлением, с таким софтом, с таким качеством тестирования своих разработок, блин, китайских. Все социальные сети, как обычно, ребят, в описании, пишите комментарии, что вы думаете по поводу этого, будет очень интересно посмотреть, почитать. Ну и как вы относитесь к такой политике компании? Потому что я считаю, что это просто, это не плевок в лицо, это уже просто, знаете, подняли говно и кинули нам, в нас. Все, до новых встреч, совсем скоро увидимся, пока.